Привет! Вернулась я с магазина Метро. И вот какие покупки совершила. Значит, купила тортик грильяжный. Рошеновский, очень вкусный, нам нравится. Правда, безумно стал дорогой. 70 с копейками гривен маленький. Но так как мы с супругом не пьющие, поэтому у нас сегодня дата, решила побаловать нас с ним сладеньким. Вот такой вот тортик. Дальше купила на салат. Сардины. Сливочное масло ферма. Так, майонез, вот такой королевский. Я такой не особо люблю, он очень густой и жирный. Но на салат самое оно, потому что маленьких алкомовских или торчин что-то я в метро не нашла сегодня. Так, дальше купила полюбившийся нам с ним сок. Это соковытый напи-ананас кокос Ричи. Он стоит порядка 17 гривен. Очень вкусный. Действительно, как какая-то пиноколада, коктейльчик. Очень приятный. Так, дальше купила я нарезной батон. Сюда все падает. Это я купила, буду делать гренки со шпротами. Вот такие очень люблю шпроты. Я всегда их только беру. Стоят они 36 гривен. Это именно рижские. Они очень вкусные. Как бы не каша, а плотненькие, целенькие в баночке. Так что, вот, если вот на праздничный стол или что, как бы, чтобы не морочиться с поломанными шпротами, вот советую брать вот такие. Давно уже их беру. Также взяла, буду делать рецепт, буду я делать мяско, бестроганы. Вот. Вырезка свинячая. Вообще на бестроганы берется телячья или ялочная вырезка. Но она безумно дорогая. Получается вот такой кусочек где-то на 100 гривен говядины. Я взяла свинину, но все-таки как-то 42 рубля есть 42 гривны. Так, дальше купила это. Сегодня буду краситься, наводить марафет. Решила попробовать, потому что что дорогие, что дешевые краски, разницы особо никакой. Снежный блонд Гореньер. Стоит оно 36 гривен в метро. Вот. Морозные блонды. Ну, попробую осветление до 5 тонов. У меня волос где-то вот такой. Так что надеюсь на вот такой вот результат. Так, еще надо на манитюр успеть, но это потом. Так, дальше. Второй кулек купила без них не могу на кухне. Вот такие салфетки, да и они в районе 15 гривен в метро. Так, чек. Творог купила покушать. Нежирный. Славяночка, как всегда. Это потом пряники вот такие. Я очень люблю Киев. Хлеб именно каштан, а не шоколадный. Безумно вкусно. Вкусно и сделать как тортик пряничный с них. И просто к чаю. Шикарно. Так, еще один. Потом уже на работу. Так. В сметанку взяла. Одну к творогу. И одну к мясу. Дальше взяла молочко. Оно у нас хорошо идет. Немножко конфеток. Джели. Это так в сумку бросить. Дальше взяла зубную пасту. Это моя спасительница. Сенсидин. Виновлание и захист. Я о ней много раз говорила в своих видео. Для чувствительных зубок это, конечно, самое оно. Так. И вот такой вот взяла лак. Попробовать этот ТАФТ. Именно ультиматум. Лак для волос. Шестерка. Сильная фиксация. У меня мама им пользовалась. После невейса. Или какими-то такими хорошими лаками. Ее укладку тоже ничего не держала. Вот она перешла на него. И очень довольна. Так что решила попробовать и я. Лак стоит 53 с копейками. Да. И значит паста тоже стоит около 54 гривен. Значит сумма чека у меня. 464 грим на 53 копейки. Вот такие у меня на сегодня были покупочки.